Множество алых роз и гвоздик у вечного огня и минуты молчания в память о бойцах, которые в Курской битве не позволили немецко-фашистским захватчикам обернуть сражение в свою пользу. Для собравшихся на площади Славы 23 августа, день особенный, могилу своего деда Иван Киселев нашел совсем недавно под Малый Ярославцем. Похоронка пришла в 43-м, но тогда узнать, где захоронен боец было невозможно. Могилу ветерана войны обнаружили по книге памяти. Спустя 79 лет внук впервые возложил к ней цветы. А на площадь Славы к вечному огню Иван Киселев приходит каждый год в День воинской славы, считая участников Великой Отечественной войны настоящими героями и защитниками Родины. Если мы не будем помнить своих героев, нам придется почитать других. Связь поколений не прерывается. Пока есть связь поколений, будут помнить. Пока мы помним, они живут. Курская битва длилась ровно 50 дней на честь с 5 июля по 23 августа. Гитлеровское командование планировало провести крупное сражение летом 43-го года. Немцы начали наступление на Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать северы и юга линии советской обороны. Но за 30-40 минут до его начала наши войска провели контрподготовку. Мощнейший обстрел немецких позиций, сильно ослабивший потенциал гитлеровцев. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, полторы тысячи танков, более трех тысяч самолетов. Но утраты советских войск превзошли немецкие и составили 863 тысячи человек, в том числе 254 тысячи безвозвратных. В память о погибших и героической победе советских солдат в этой битве в России установлен День воинской славы. В Самаре в церемонии возложения цветов к вечному огню приняли участие вице-губернатор Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских общественных организаций и юнормейцы. Свыше 100 тысяч советских воинов за победу в Курской битве были награждены орденами и медалями. 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание. В 21 веке, в День воинской славы, уже о других российских бойцах вспоминают юнормейцы и пишут письма солдатам, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Дорогой солдат, возвращайся поскорее, целым и невредимым. Мы вас ждем. Здравствуй, дорогой солдат. Спасибо тебе за службу. Желаю тебе крепкого здоровья и вернуться живым. Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что мы можем жить спокойно и ничего не бояться. Мы вами гордимся. Ольга Павлова, Константин Головин. События.